ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Заклеивать или видоизменять буквы и цифры на государственных регистрационных знаках, чтобы избежать получения писем счастья, зачастую бесполезно. Если комплексы фото-видеофиксации снабжены алгоритмом распознавания номеров, то они с высокой долей вероятности вычислят нарушителя. Об этом рассказали в ГИБДД. Более того, в некоторых регионах автовладельцев, которые маскируют номера, начали вызывать в госавтоинспекцию для составления административного материала. Наказание штраф в 5000 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. ТРАССА 101 В России до конца нынешнего года может начаться продажа легковых авто иранской компании Иран Ходра. Причем планы по поставкам у нее грандиозные – до 100 тысяч машин в год. Кстати, это будет вовсе не дебют с иранских автомобилей на нашем рынке. Полтора десятка лет назад российские дилеры торговали с седанами Иран Ходра Самант, сделанными на базе Пежо 405. Тогда было продано несколько тысяч экземпляров. Кстати, не исключено, иранский бренд обоснуется на недавно возрожденном в столице заводе «Москвич». ТРАССА 101 Еще один россиянин попался на нечестной сдачу экзамена в ГИБДД. 25-летний житель Ростова пришел на испытания по теории с микронаушником. Все задания гражданин выполнил на ура. Однако в последний момент ему не повезло. Приспособление заметил один из стражей порядка. Далее были следствия и суд. Последний за приобретение специального технического средства приговорил находчивого ростовчанина к штрафу в 40 тысяч рублей. ТРАССА 101 А Автоваз возобновил выпуск «Лада Нива Тревел». Из-за того, что внедорожник лишился подушки безопасности и антиблокировочной системы тормозов, официальные заводские цены на него будут чуть ниже, чем указано сейчас на сайте предприятия – от 1 миллиона 67 тысяч рублей. В начальной комплектации машина получила, в частности, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогрев зеркал заднего вида. В техническом плане изменений не произошло. Авто по-прежнему оснащается 80-сильным бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. ТРАССА 101 Чем выше уровень жизни в стране, тем больше на ее дорогах камер фиксации нарушений вовсе нет. По данным международных экспертов, на третьем месте в мире по числу камер находится Италия, на второй строчке закрепилась Бразилия. А вот пальма первенства принадлежит России. Да-да, даже США разместились только на четвертой позиции. Причем камер там чуть ли не в три раза меньше, чем у нас. И нацелены они в основном на фиксацию нарушений на перекрестках, проезд на красный или выезд за стоп-линию. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101